Здравствуйте! Если вы посадите в саду растения с черными цветками, то вы удивитесь, каким необычным станет ваш участок. Эти цветы весьма специфичны, оригинальны и в то же время очень красивы. Спасибо за поддержку лайками и комментариями, а мы продолжаем. На самом деле бутоны у этих растений вовсе не черные, а фиолетовые, красные или коричневые. Просто они настолько темные, что человеческий глаз определяет их как черные. Но эти шикарные растения не так просты. Тюльпаны королевы ночи известны цветоводам уже давно. Это довольно выносливое луковичное растение, которое к тому же еще очень легко выращивать. Цветки петуни и черный кот можно было бы назвать совершенно черными, если бы не их белоснежные тычинки. У этого растения есть только один минус, их семена не так-то просто найти в продаже. Зато можно поискать петунию черный бархат. Оба растения невероятно красивы и изящны. Морозник оникс-одиссей также ценится за насыщенный темно-бордовый оттенок и красивую форму цветков. Это многолетнее растение, которое можно выращивать в горшках или в цветнике на солнечном месте. Морозник зацветает весной. Виола молли Сандерсон – это еще одно растение с почти черными бутонами, которое можно выращивать как на клумбе, так и в горшочной культуре. Она зацветает весной и продолжает свисти вплоть до осени, радуя своими необычными темными цветками со светло-желтыми серединками. Гибридный бородатый ирис Бифозе Сторм – это ароматное растение с цветками фиолетово-черного цвета. Чтобы добиться от него наилучшего цветения, высаживайте ирис в солнечном месте на хорошо дренированной почве. Роза сорта Black Baccarat поражает не только своим необычным темно-бордовым цветом, но также ароматом и размером. На начальных стадиях роста у этого растения даже листва отливает красным, и только со временем она становится зеленой. Удивительно, но эта роза цветет гораздо лучше в прохладных местах. Мальва черная одним только своим названием уже намекает на то, что ее бутоны не отличаются яркостью. И все же растение заслуживает внимания. Эта мальва неприхотлива и устойчива как к беременчивой погоде, так и к условиям выращивания. На участке она смотрится величественно. Пузыреплодник Диабола – это привлекательный кустарник с белыми цветками и темными листьями бордового цвета, которые в тени или в сумерках выглядят черными. В теплых регионах растения лучше всего выращивать в полутени, иначе его листья начнут зеленеть. Если вам нравятся растения с темными листьями, тогда обратите внимание и на черную бузину сорта Герда. Она ценится не только за сочные съедобные плоды. Пурпурно-черная листва кустарника великолепно сочетается с розовыми цветками. Еще один великолепный пример черного цветка – это кала сорта Black Star. На фоне обильной зеленой листвы ее элегантные и строгие темные бутоны смотрятся особенно красиво. Суккулент Эониум отличается огромными розетками темного красно-коричневого цвета. Что интересно, новые молодые листья, светло-зеленые, но со временем меняют свою окраску. Если вы решите завести это растение у себя, помните, что Эониум – выходец из стран с теплым климатом. Канна Тропикана Black – очень интересная культура. Ее оригинальные рыжие цветки отлично сочетаются с листьями цвета шоколада. Канна будет лучше всего расти на освещенном месте. Желательно, чтобы она получала не меньше шести часов солнечных ванн в день. В тени цветы георгины Arabian Night выглядят совсем черными, хотя на самом деле они красно-бордовые. Это замечательные георгины для аристократичного сада. Если на приусадебном участке не слишком много места, стоит обратить внимание на небольшие растения. Например, красавец Колиус можно выращивать даже в горшочке. Хотите завести у себя такое черно-красное облако? Тогда обратите внимание на сорт Black Prince. Найти в продаже семена примулы Silver Lace Black будет нелегко, так как это не самый распространенный сорт. И это очень странно, ведь растение удивительно красиво, каждый цветок состоит из миниатюрных черных лепестков с белой каемкой, которые к центру становятся ярко-желтыми. Растение с черными цветками и листьями – вовсе не редкость, как может показаться. Поэтому, если вашему саду не хватает строгости или величественности, черные цветы – это то, что вам нужно. Конечно, не стоит засаживать ими все клумбы. Достаточно будет аккуратных штрихов, чтобы приусадебный участок заиграл новыми красками. Ну вот и все на сегодня. Эти растения можно приобрести, перейдя по ссылке в описании или в закрепленном комментарии под роликом. Также переходите по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки также найдете в описании под роликом. Спасибо за просмотр и до новых встреч!